здравствуйте меня зовут федор васильев приветствую вас в одиннадцатом уроке видео курса настройка сложного шаблона лендинг page от а до я и в этом уроке мы с вами будем настроивать вот такие тарифные планы это специальный модуль от этой же конторы что и сделала этот замечательный шаблон на которой мы с вами создаем лендинг page и давайте мы с вами рассмотрим настройки хочу вас сразу предупредить что это просто информационные тарифные планы например хорошо подойдут если вы что-то продаете может быть какие-нибудь курсы какие-нибудь семинары или подписку и так далее это всего лишь визуальные планы соответственно кнопка купить будет вести туда куда вы укажете здесь ссылку то есть здесь нет встроенного какому-нибудь мини магазина или еще что-то вроде этого вы должны это понимать но кнопки вот этой купить можно привязать любую ссылку например на какой-нибудь магазин и так давайте рассмотрим заходите в дополнительные материалы в папку модули расширение модули и находите вот такой там модуль plans extended открываете значит админку своего рабочего сайта и давайте обычным способом установим с вами данный модуль у у нас модуль успешно установился давайте пройдем расширение менеджер модулей вот наш модуль заходим внутрь чтобы вы проще было настраивать другой вкладке браузер откройте админку демо сайта и найдите там позицию юзер 16 в данной позиции модуля у нас находится именно этот модуль тарифные планы заходим внутрь и просто будем смотреть и дублировать настройки давайте сразу выберем позицию юзер 16 в демо шаблоне и ниже давайте рассмотрим настройки смотрите модуль суффикс класса у нас находится здесь вы его копируете и в рабочем сайте также вставляете смотрите следующее поле у нас написано сепаратор смотрите если выберем дефолт и сохранимся то у нас примут примут облик наши тарифные планы вот такого вида поэтому в дым у нас стоит вот так вот сепаратов оставляем так как есть значит третье поле это у нас ширина контейнера то есть ширина вот этой области здесь оставляем поле пустым так же как и в демо данных дальше в демо данных у нас актив активации jQuery стоит нет а также оставляем в рабочем сайте нет вот это поле активируйте эффект при наведении стоит да в рабочем сайте у нас тоже стоит да это у нас вот этот эффект при наведении когда я навожу блок становится красным ну соответственно цвет может быть любой другой к расцветке мы еще вернемся с вами дальше у нас есть вот такое поле с редактором это у нас текст предварительный который будет размещен перед планами они же текст который будет вводиться после тарифных планов здесь я ничего не пишу и дальше у нас смотрите какие тут настройки перевязка пункта меню это понятно право доступа это все стандартно и у нас есть возможность вставлять колонки до 10 штук то есть что это за колонки это вот эти вот тарифные план то есть у нас их здесь видно 3 их можно разместить у нас до 10 еще у нас есть дополнительные параметры это обычная вкладка модуля как и свойственно всем модулям и стандартная вкладка который предоставляет нам шаблон здесь у нас в демо стоит стиль модули также 3 в рабочем сайте не забываем тоже выставить здесь так в демо сайте переходим вот колонка 1 и в принципе из демо сайта можете брать здесь у вас будет по-английски написано это мое демо уже то есть здесь уже стоят теги span здесь вы пишете конечно что хотите знаете первое поле 88 тут долларов я сделал как дем получается смотреть это вот эта цифра вводится здесь наверху базовый план вот пожалуйста базовый план также полям можно удалять кнопкой remove или добавить поле add row если мы перейдем в наш рабочий сайт наша первая колонка будет выглядеть вот таким образом и внизу в демо сайте у нас выставлено так 33 процента это тоже нужно выставить если вы будете использовать это соотношение как бы сторон идет ширина как бы тоже вот этой вот колонки обязательно нужны проценты это позволит быть этим блоком вот этим тарифным планом адаптивными то есть если мы браузер сузим вплоть до мобильной версии они выстроятся друг за другом вот поэтому здесь обязательно нужны проценты и соответственно у каждой колонки есть вот такое вот настройка это выбрать данный блок данный тарифный план сделать его активным стоит нет что значит активным обратите внимание в демо сайте у нас план который посередине он всегда у нас подсвечивается несмотря на то что я не не навел на него мышку а есть тарифные планы как бы выключены то есть они появляются красными только тогда когда я на них навожу убираю мышь и опять тарифный план посередине который у нас становится красным это и есть вот этот тарифный план настройку в тарифном плана стоит здесь с вот а у первого стоит но вот имейте это ввиду еще есть одна особенность у данного модуля я считаю это недоработки посмотрите нам нужно например не хватает вот этих ячеек для наших данных и нам нужно добавить еще если мы добавляем у нас добавится еще поле но если мы кликнем туда еще раз еще раз ничего не происходит я эту ошибку обошел так вы нажимаете на кнопку сохранить и тогда можно воспользоваться этой кнопкой еще раз второй раз опять не получается опять сохранить это неудобно но здесь ничего не поделаешь я считаю что это ошибка разработчиков вы сейчас без меня здесь просто уже нет смысла объяснять заполняете теми данными которые вам нужны если вы тренируетесь можете просто копировать из адема данных которые вы тоже установили можете просто переносить вот так как есть из своих демо данных в рабочий сайт вот таким вот образом так я выставлю если смотрите еще оставьте сто процентов пока вы сделали первую колонку чтобы протестировать смотрите я нажимаю сохранить и перехожу на фронтальную часть сайта обновляю страницу у нас ничего не появилось потому что не забываем привязка к пунктам меню у нас по умолчанию не на одной странице выбирайте на тех страницах которые вам нужны и нажимаем еще раз сохранить обновляем страницу и вот у нас вышел план мы сейчас не обращаем внимание на то что он такой суженый то есть вы понимаете каждый ячейка это у нас идет вот эти вот поля то есть смотрите прайс цена колонка один вот пожалуйста вторая ячейка прайс это цена вы просто пишите здесь что-то свое не обязательно это может быть цена все что угодно здесь понятно и дальше смотрите колонка номер два активно значит или нет ширина колонки также можно выставить 33 процента и у нас тут есть кнопочка а дров кликаем у нас появляется поле кликом еще раз видите поле нет что-нибудь здесь пишем сохраняемся смотрите кликаем и поле появилось кликаем поле нет что-нибудь заполняем сохранить и после сохранения опять у нас активно и добавляются новые поля вот такой вот есть небольшой глюк но вы потом в итоге когда вы все заполните у вас будет выглядеть вот так вот симпатично еще один момент смотрите нижняя кнопка вот такая вот купить давайте в демо посмотрим как она у нас выглядит знаете вот кнопку купить здесь конечно у вас будет по-английски написано в общем давайте я лучше прям вам на демо покажу юзер 16 позиция так ли захожу колонка 1 в общем вам уже понятно да то есть вы пишите здесь поля свои смотрите вы из демо просто копируете вот так вот ссылку в принципе здесь уже все понятно там где решетка вы вставляете ту ссылку на которую вы хотите чтобы эта кнопка вела и вот это вот ордер нов то есть конце вот этот вот так удаляйте и вот здесь перед а например можете написать купить или все что угодно можете здесь написать вот и все принципе здесь все понятно в общем делайте например по демо также три колонки заполняйте их своими полями и не забывайте здесь у всех выставить 33 процента здесь можете конечно смотреть процент может быть разный мы еще с вами дойдем до этого до того как вот этот вот ширина общего каркаса нашего шаблона она у нас легко очень управляется в настройках ее можно увеличить ее можно уменьшить дело в том что демо шаблон по умолчанию когда мы ставим у него вот эта ширина 1400 пикселей а наш рабочий сайт у нас по умолчанию 1200 поэтому визуально могут немножко блоки эти выглядеть уже и весь остальной контент на сайте то есть вот эту ширину вы можете просто для себя определить какую вам какая вам больше понравится подойдет а уже потом наполнять или подкорректировать ваш контент мы еще к этому вернемся когда будем проходить настройки шаблона в общем здесь все понятно и сейчас я быстренько наполню тарифные планы так заголовок сразу я сменю тарифные планы первые в принципе оставлю для демонстрации как есть 33 процента вторая колонка значит также берем отсюда второй у меня заголовок идет профессиональный план и так я ставил на паузу видео и заполнил для экономии вашего времени вот второе второй наш тарифный план давайте нажмем сохранится и посмотрим и так опять же не смотрим пока у нас как это выглядит этот вид изменится когда у нас будет три колонки видно что у нас второе поле активно эти проценты вот эта ширина вы должны понимать да меняется вот в этих процентах сейчас я заполню третью колонку поставлю видео на паузу и потом включусь итак я заполнил полностью видите вы третью колонку соответственно здесь я просто взял из демо данных просто для тестирования и для обучения чтобы вы знали как здесь все устроено нажимаем сохранить идем на сайт и обновляем страницу и когда у нас уже три блока у нас все совсем принимает другой вид то есть у нас выглядит как на моем демо обращаем внимание что на основном демо у нас в они шире как я уже говорил это все за счет того что общий каркас 1400 пикселей здесь они несколько сужены а если увеличить процент выше чем 33 то блоки будут смещаться этот блок он уедет сюда то здесь нужно уже двигать сам каркас как я уже говорил мы об этом поговорим позже главное вам понять как устроен этот блок тарифные планы я прошу прощения я тут немножко ошибся в настройках вот наши блоки можно визуально сделать шире даже при общем каркасе 1200 пикселей а когда я в начале урока говорил что вот это поле это ширина нашего контейнера я тут ошибся у нас ширина каждого контейнера отмечается вот здесь вот в процентах или а в пикселях а на вкладке модуль в общих настройках а смотрите что можно сделать ставлю например сто процентов и сохраняю и обратите внимание как сейчас выглядят блоки я обновляю страницу и смотрите все наши блоки стали шире и смотрится намного лучше то есть надо полагать что вот эта настройка это ширина общей области вот такой вот небольшой нюанс надеюсь урок был вам понятен а мы увидимся в следующем